здравствуйте в общем то сегодня смотрим с вами на нож от компании foxknives и прежде всего что приходит на ум это то что компания foxknives это в общем-то официальный поставщик блока нато блок нато до сотрудничать именно с этой компанией да понятно что я думаю они не поставляют не такие складные ножи а ножи в общем-то с фиксированным клинком определенные модели но в любом случае сам факт этого сотрудничества официальный представитель блока нато это очень на мой взгляд круто и бы для ножевой компании потому что ну пробиться то было не так просто я так подозреваю итальянской тем более компании не какой-нибудь там американской до который в общем то там основу блока нато составляет ну по крайней мере как я это себе представляю и вижу что еще интересного интересно то что у этого ножа американский дизайнер а хотя опять-таки нож итальянский компания foxknives итальянская давние с большой истории и производят наши ножи свои в италии но американский дизайнер роб уокер мастер инструктор по боевым единоборствам известный мастер ножевого боя как бы ножевой дизайнер роб стал широко известен благодаря основанию 2006 году компании combative edge nice фирма предлагает товары тактической направленности производит обучение самозащите самообороне без оружия с оружием с подручными средствами как бы и так далее значит на сегодняшний день мастер наживших сотрудничает с компанией foxknives я думаю что мы только выигрываем от того что различные дизайнеры сотрудничают в общем то с различными у нас компаниями ножевыми мы можем только получать дополнительные какие-то модели выбор и все такое прочее элмакс как вы видите здесь используется это удэхолм элмакс супер клин сталь которая применяется на ноже твердостью 59 60 единиц по роквеллу порошковая сталь значит 35 у меня получилось намерить по обуху 0203 сведение у данного ножа что очень неплохо причем 0 3 это ближе к кончику а здесь у нас 0 2 миллиметра то есть получается что очень такой даже резучий сам по себе нож по сведению значит по рукояти здесь используется титановый сплав 6a i 4v титаниум стеклотекстолит g10 применяется но здесь у нас полностью титан из минусов так скажем сразу стоит отметить что титановый сплав здесь используется без сухаря то есть дополнительной какой-то вставки сухаря нет и нет нет немножко присутствует такое залипание то есть не сказать что она очень критичная но иногда как бы создаются излишне большие усилия для отгибания вот здесь вот фрейма для страгивания с одной стороны может быть это даже плюс иногда для того чтобы при какой-то силовой работе да там при ударе по обуху чтобы нож не сложился то есть дополнительно здесь трение присутствует с другой стороны для какого-то такого быстрого легкого раскрытия требуется ну так скажем привыкания и вот нет нет приходится прикладывать прям довольно большие усилия для того чтобы нож раскрыть не скажу что эти Усилия какие-то прям критичные, что вы, может быть, когда-то не раскроете нож, такого нет Но, как бы, вот, чуть больше, чем ожидаешь, приходится прикладывать усилий Это из минусов Флип, с одной стороны, флип это очень удобная система открывания сама по себе То есть, флип это самый такой вот торчащий, вот здесь в данном случае, такой вот кусочек металла Который мы, в общем-то, нажимаем и нож, в принципе, флипует, так называется, открывается Далее, флип образует упор под указательный палец, для того, чтобы не соскользнуть случайно на режущую кромку Что очень удобно и замечательно Но, как-то, выполнен он немножко, как-то, он, так вот, знаете, чужо здесь торчит Как-то, вот, на мой взгляд, ну, неэстетично, что ли Хотя, это дело вкусовщины, безусловно, дело вкуса, вообще нравится вам подобный нож или не нравится, как бы, дело исключительно ваше Значит, в общем-то, Hinder Lock Back Stabilizer здесь используется Вот он виден, вот здесь, под клипсой Это шайба Hinder, по сути, то есть, это разработка такого известного дизайнера, как Рика Hinder, который, в общем-то Значит, применяет этот запорный стабилизатор поперечной устойчивости, правильно его назвать Для того, чтобы в фреймлок замок нельзя было излишне сильно вот туда отогнуть И, соответственно, нельзя было его ослабить, так скажем То есть, он упирается, замок, вот сюда, в эту шайбу Значит, но, в общем-то, это решение достаточно такое уже на данный момент Сейчас, в 2018 году, когда снимается обзор, на мой взгляд, немножко устаревшее Потому что, во-первых, как только он изобрел такой элемент Все его подхватили, все сказали, вау, супер идея Да, как бы, у него там, по-моему, патент на это принадлежит Но далее придумали ротоблок То есть, здесь поворачивающуюся шайбу Которую намертво фиксировала замок И обеспечивала, ну, очень хорошую надежность В принципе, не только от отгибания Но еще и фиксацию в таком раскрытом положении ножа То есть, в сработавшем замке То есть, вот в этом положении Поворачивая здесь вот такую вот шайбу Специальные там были усики, чтобы можно было легко повернуть Ну, такой, как бы, крутилочка, да Вы поворачиваете и блокируете фреймлок Получался очень надежный элемент запорной конструкции Такой вот, супер, на мой взгляд Но, пользуются им не так часто Не так это все, ну, скажем так, часто нужно Ну, не каждый это используется Опять-таки, какой-то там патент, наверное, платить приходится Может быть, да, я не знаю, насколько он там платный, бесплатный и так далее Значит, ну, придумали далее У нас здесь придумали сухарь Сухарь, который, в общем-то, обеспечивает, во-первых, отсутствие залипания И, ну, меньше вырабатывается титан с твердой сталью Да, чтобы меньше была выработка Придумали вставочку сухарь специальную То есть, вот здесь на самой пяти фреймлока Специальная металлическая вставочка используется Которая же своей конструкцией так сделана Что обеспечивает еще и заменяет эту шайбу То есть, она внутри там имеет пластиночку Которая также, ну, препятствует отгибанию То есть, иначе, иными словами говоря Если бы они здесь применили современное, как бы, решение сухарь Он бы заменил бы и вот эту шайбу хиндера И был бы удобен от залипания И от дополнительной выработки замка Что сразу бы убивало бы, так скажем, двух зайцев И было бы, на мой взгляд, более грамотно Вторым, в общем-то, недостатком является то Что клин у данного ножа не по центру Я не знаю, как вообще это можно принимать в 2018 году На мой взгляд, конечно же, это может быть особенность моего экземпляра Но учитывая то, что у меня сейчас два ножа от компании Fox И у обоих этих ножей Две разные модели У обоих этих ножей, в общем-то, клин не по центру Конечно же, это наводит на какие-то подозрения Хотя у меня бывали ножи от компании Fox Nice У которых, по-моему, все было четко с клином И никаких проблем не было Ну, может быть, мне так не повезло в данном случае Два ножа подряд и оба с вот таким вот косячком Но это, безусловно, такое, знаете Ну, понятно, что у Benchman, да у Spider У многих других компаний Бывает только что клин не по центру Мы это все ругаем Именитым брендом это все прощаем Но по факту, как бы, все-таки это, ну, не есть хорошо Это не радует нажима Ну, то есть, мне надо брать, получается Раскручивать клипсу Потому что здесь я ничего не отрегулирую Раскручивать клипсу И вот там вот осевой винт Регулировать осевой Вот эти винты Выставлять, прижимать плашки Прижимать Ну, короче говоря, настраивать это все Устранить это самому Когда я заплачу за нож деньги И когда, ну, это как бы, ну, не какой-то космический шаттл Да, неужели вы не можете вот это сразу с завода настроить? Итальянцы Ну, вы же, вы же итальянцы Вы же можете делать там всякие Ferrari, Lamborghini Вы, наверное, их там делаете где-нибудь Раз там, а по зазорчикам криво Значит, ну, ладно Это, как бы, такая моя придирка Следующая, в общем-то, придирка, которая здесь присутствует Это, в общем-то, клипса Она, в принципе, адекватная То есть, как бы, пользоваться ей можно Во-первых, мне непонятно, почему здесь немножко загнуто вниз Ну, как бы, ладно, это уже мелочи Значит, прежде всего, это ее высота То есть, здесь она выше стандартной клипсы То есть, подъем ее излишне высок Сейчас очень многие фирмы страдают Что, наоборот, подъема здесь практически нет И на какие-то джинсы нацепить невозможно Но, в данном случае, наоборот Подъем очень высок, как бы Но, опять-таки, это больше, конечно, эстетически Мне лично как-то это бросается в глаза Что клипса такая, казалось бы, ух Ну, по факту, зачем? То есть, можно было бы сделать ее в полтора раза ниже Как у тех же, там, опять-таки, других Ну, популярных клипс Значит, и ничего бы хуже бы не было То есть, ну, такой вот немножко недочет На мой взгляд, присутствует Но, опять-таки, наверное, когда клипса ниже Это хуже, чем когда она выше То есть, в данном случае Это только эстетический момент Который никак не влияет на ношение ножа По жесткости все, как бы, в принципе, адекватно То есть, вопросов здесь нет Переставить нож можно, клипсу можно на другую сторону Как вы видите Но только, получается, будете носить клипсы Как бы так вот надевая нож, да И кончик ножа будет всегда вниз в кармане То есть, кому-то это удобно, кому-то неудобно То есть, доставая нож, придется вот так вот его перехватывать И вот так вот его открывать Но это, опять-таки, вопрос предпочтений Как бы, кому как удобно, кому как привычно По ходу здесь никаких проблем нет Ход клинка очень приятный, очень мягкий Я не вижу здесь никаких подшипников То есть, видимо, все это сделано под гоночкой Ну, где же фокус? Обычно у меня вообще очень быстро фокусируется камера В данном случае, что-то какой-то прям баг у камеры случился Мы видим, вот там шайба Одна большая, одна не очень большая Какие-то вот такие обработочки у клинка Мы видим там, где не на виду Там уже не так все четко, да Не так все гладко Значит, но в целом Как бы вот такие вот шайбочки Люфт Люфт клинка, ну, очень-очень минимальный присутствует То есть, как бы, ну, практически Практически его нет Возможно, да, если чуть его поджать Может быть, еще дополнительно клинк подровняется Не знаю Это надо пробовать Ну, я, конечно же, это не мой нож Я взял его на обзор у компании Резать Рузом Что им большое спасибо И, соответственно, я этим заниматься не буду То есть, отвинчивать эти винты Подкручивать это все Как бы, ну, если бы это был мой нож Я бы, конечно же, это устранил Значит, вот, в общем-то, вот такие моменты Которые бы хотелось сказать по данному экземпляру Значит, но в целом В целом приятный ножичек Да, дизайн на любителя Как бы, давайте покажу его габариты еще Где-то 91-92 мм длины клинка Клинка, клинка, веревшие кромки Где-то тоже в районе 91 мм По прямой И где-то 209, может быть, миллиметров длины Весь нож занимает Вот, в общем-то, то, что у меня получилось по замерам И давайте посмотрим, что у нас по весу получается По весу получается 141 грамм Я сначала 90, думаю, не может такого быть Думаю, где все ощущения мои меня подводят Ну, 141 грамм это абсолютно нормально Абсолютно адекватно Эргономика хорошая Вот что нравится здесь в этом ноже Это эргономика То есть, все хорошо ложится в руку Заполняет ладонь Ничего нигде не мешает И даже несмотря на то, что вот эти выступы Иногда бывают такие какие-то косяки с ними случаются Нет, здесь все хорошо То есть, вопросов к эргономике у меня никаких нет То есть, ложится нож очень-очень четко Переходите в ссылки в описании под видео Спасибо компании Reset.ru Спасибо подписчикам за то, что смотрят мой канал Я показываю вам, надеюсь, интересные ножи Понятно, что всем не угодить Приходится показывать ножи разные Но, во-первых, интересно посмотреть на ножи разные Иногда ошибаешься, иногда нож оправдывает ваши ожидания Иногда не оправдывает ожидания Иногда превосходит ожидания То есть, как бы смотришь и составляешь какое-то свое впечатление Я думаю, что видео немножко помогают вам Потому что далеко не все удается, так скажем, просто взять и пощупать Как бы на полках магазинов То есть, как бы иногда порой приходится дистанционно смотреть Выбирать, заказывать Как бы и вот какие-то такие моменты Стараешься с вами поделиться впечатлениями о ноже Как-то так, в общем-то Пожалуй, по впечатлению у меня были ножи от Fox Knives Которые мне лично понравились намного больше Не могу сказать, что у этого ножа что-то есть прям критичное Ну, даже тот же самый клинет, во-первых, устраняется Во-вторых, вроде бы ни на что не влияет Да, ну, как бы вот общее впечатление То есть, хотелось бы, может быть, либо нож полностью идеальный Все-таки, да, за эту цену Либо нож, может быть, более дешевый Как бы вот, что бы хотелось, наверное, видеть И тогда бы не было каких-то таких вопросов Ну, к каким-то микропридиркам, которые, в принципе, здесь есть А так, да, достойные материалы, достойная эргономика И как бы необычный, необычный нож, не попсовый В общем-то, как-то так Спасибо, надеюсь на ваши лайки, на ваши комментарии Всего удачи, всем пока